Всем привет, с вами Фёстон, и это уже 10-й юбилейный выпуск, посвященный игре Space Wars ВКонтакте. Итак, вчера за ночь у меня тут построилась, улучшилась верфь бомбардировщиков до 2-го уровня. Сейчас мы посмотрим, какие они будут в бою, и заодно посмотрим, что необходимо, чтобы улучшить эту верфь до 3-го уровня. Ммм, я уже могу запустить улучшение. Так, ну ладно, давайте посмотрим позже, сначала подерёмся. Так, собираем кристаллы, 80 штук. Так, зонды для воровства у нас тоже заполнены. Я, кстати, вчера весь день пытался и весь день безуспешно пытался своровать двигатели, чтобы улучшить свои истребители. Не знаю, есть у меня одно предположение, догадывание. У меня почему-то такое сложилось ощущение, как будто бы мои зонды для воровства стали строиться дольше. Как будто им увеличили время производства, потому что я помню, в каком-то выпуске я всего лишь 8-11 кристаллов этих произвёл. И за это же время у меня там произвелось целых 8 штук зондов для воровства. Я думал, что это бесконечное жило. Но, тем не менее, я вот вчера весь день безуспешно пытался украсть двигатель, хотя до этого он у меня там легко со второго раза своровался. И я думал, ох, это какая золотая жила. Но в итоге получается, что лучше бы мне было, наверное, завод построить, потому что вот что-то совсем никак не получается. Я всё стараюсь, стараюсь, стараюсь. А в итоге получается как-то... Во, ну, наконец-то, один двигатель. Так, ну, один двигатель у нас есть. Что теперь? Теперь я, наверное, попробую украсть руду иридия. Или, точнее, не руду, а слитки. Они мне, наверное, где-то в будущем пригодятся. Мне, конечно, урановые бы стержни украсть, но я просто-таки-то даже не знаю, у кого из игроков они есть. Если у кого-то есть, то пишите комментарии, мы обязательно вас поворуем. Ну, давайте посмотрим, попробуем пробежаться по топу. У кого что можно поворовать. Правда, зондов осталось всего три, но будем надеяться на какую-то удачу. Так, Илья. Так, у Ильи только титановые слитки. Роман. Хоть на листочек... О, вот она, Роман производит урановые стержни. Два часа они будут у него производиться. Ну, ладно, можно подождать два часа и попробовать обворовать Романа. Может быть, нам повезет наворовать урана. Уран нам нужен, чтобы улучшить наш титановый экстрактор. Надо, правда, много. По-моему, целых три урановых стержня. Да, целых три штучки. Ну, ладно, будем пока копить тогда зонды и надеяться на удачу. И, наверное, знаете... Так, сейчас мы все-таки снарядим наш корабль. Так, усилитель урона 200%. Или двойной удар на два хода. Давайте воспользуемся двойным ударом, потому что... Двойной удар на два хода, это все равно, что усилитель урона на два хода. Только я замечаю в последнее время, что меня в миссиях, в нынешних, часто и сносят за два хода. Ну, хотя чуть подольше, я надеюсь, прожить. Но все равно воспользуюсь этим бонусом, чтобы сэкономить другое для будущего. Так, задание. Задание. Где мое задание? Боевое. Кажется, вот оно, 26% мы прошли. Еще раз попробуем. Еще, может быть, даже пару раз. Наверное, нам хватит на это слитков. Так, давайте отправимся в бой, ребятушки. Очень я хочу эту пушку, которую... Так, что-то я его бью совсем слабо. А, это истребители моего бьют. Так, ну... Почти все щиты мы ему снесли. Так, нанесли полторы тысячи урона, да? Так, давайте посмотрим, сколько у нас слитков. У нас их еще пять штук. Так, что можем мы еще раз подраться. Вот так мы снесли полторы. Теперь поставим себе усилитель урона. И опять же с ним подеремся. Так, на этот раз 40%. Давайте еще раз в бой. Не будем жалеть слитки, потому что они нам подарят отличную пушку. Эта пушка нам очень нужна. Так, блин, да он увернулся от нашей двойной атаки. Это очень плохо. Так, в этот раз мы нанесли ему 2780 урона. Это замечательно. Значит, осталось у него всего лишь сколько? 40... 31% хп. На складе у нас имеется 3 титановых слитка. А боя нам, наверное, понадобится все-таки 2, чтобы его победить. А то и больше. Так, ну давайте, наверное, оглушение на два хода оденем. И попытаем удачу еще разик. Ну, я думаю, не снесем мы его за этот раз. Кстати, все-таки... О, да, мы же можем истребители поставить на улучшение. И вот этих ребят... Ну ладно, давайте сначала отправимся в бой. Потом, наверное, мне не хватит слитков титана. Наверное, на что-нибудь они нужны. Ну, на истребители они не нужны. Но вот на бомбардировщики вполне могут быть нужны. Но все-таки пока что я их солью для этой миссии. Мог бы я, конечно, улучшить свои корабли сначала, а потом на него нападать. Тогда бы я больше имел успех. Но мне охота как можно быстрее получить за него награду. Поэтому... Так, оглушили. Еще раз оглушили. Да, оглушение это хорошая штука. Вот он мне крит выдает полторы тысячи. Два крита вподряд. Это большая неудача. Так бы мы его навезли куда больше урона. А так получается 1800. Но у него 1000 хп остается. Даже я сомневаюсь, что без всяких бонусов. Ну, давайте, наверное, зайдем в магазин. Где у нас магазин? И купим еще раз, наверное, оглушение на два хода. Есть вот оглушение на четыре хода. Но оно слишком дорого стоит. Хотя все равно у меня сейчас слитков уже нету. Надо их производить. Не будем жалеть теперь на это энергокристаллы. Потому что у нас их довольно-таки приличное количество скопилось. Можно уже, наверное, помаленьку продавать. Но я пока что никуда не тороплюсь. И раз уж у нас все равно нету слитков, то, наверное, сейчас проведем наши бои. Александр Иванов. Так, Александр Иванов наконец-то построил какой-то истребитель. Это правильный ход с его стороны, я считаю. Но я думаю, он у него еще небольшого уровня. И это ему, думаю, не поможет. Я вот пока что перевес на его стороне. И он еще уворачивается от моих ударов. И может даже победить. Да, он вот, смотрите, неплохо идет к победе. Потому что мои истребители бьют слабо. И в итоге Александр побеждает. А я-то думал. Я думал, что мы его сейчас легко побьем. Ну, давайте еще раз попробуем. Может быть, ему тут несказанно повезло. Так, не туда залазил. Так, Александр, ну ради интереса, что у тебя тут за истребители? Первого уровня. Давай еще раз мы на тебя нападем. Запускаем миссию. Это даже странно, что мы не побили Александра. Такой у нас хороший урон, такой хороший флот. Но что-то не сложилось в прошлый раз. В этот раз, по-моему, все идет, ну, не знаю, наверное, получше все-таки. Так, отлично, побеждаем Александра, получаем награду. Так, а это что за противник? У него истребитель третьего уровня и штурмовик третьего уровня. Ну, нет, с ним я не хочу драться. Лучше буду драться с Александром. Ну, плохо, что Александр начал строить флот. Куда он мне больше нравился без этих корабликов? Так, одного, один корабль нам вынесли сразу. Остается нас тут только двое. Так, ну, кажется, кажется, мы побеждаем. Да, побеждаем мы. И, кстати, я совсем забыл, тут же надо снарядить корабли, надо каких-то друзей на него поставить. Друзей у меня, правда, совсем нету. Надо мне еще два друга каких-то, чтобы улучшить мой бомбардировщик. Ну, ладно. Давайте, еще два боя у нас есть. Поэтому, Александр, мы деремся с тобой, но мы их пропустим. Не так это все интересно. Графика в игре не самая лучшая, поэтому как-то бои выглядят не динамично. Так, и одна победа и один проигрыш. Так, ну что ж, давайте теперь, раз ничего не остается, будем улучшать наше здание. Так, улучшим наши истребители. Так, на это надо 118 кредитов. Улучшаться они будут 7 часов. И поставим... Так, а вот для улучшения бомбардировщиков нам надо было два слитка титана. Совсем немного, кстати. Хотя, как-то дешево стоят их улучшения. Поэтому придется, наверное, подождать. Где у нас есть где-нибудь слитки? Так, сколько надо? Две штучки. Так, ну, знаете, вот вообще я запустил на производство 6 слитков, да, и, наверное, в ближайшее время я... Точнее, как в ближайшее. Я, наверное, через 7 часов сделаю последнее нападение по миссии на вот этого парня. Выбью с него-таки, наконец, свою пушку и поставлю на улучшение тогда уже бомбардировщиков. Что ж, прошло немного времени. Тут подготовились энергокристаллы, немного титановых слитков. Ну, ладно, будем собирать все равно, когда они полностью народятся. Нам пока что они по частям ни к чему. Но здесь у меня готовы новые воровские зонды, и мы можем опять попробовать наше предприятие. Ограбить Романа, украсть у него урановые стержни. У него тут как раз народилось, он еще пока не успел собрать. Так, не везет нам пока на уранчик. Нам надо их 3 штуки, а вот не выходит ни одного. Вот, один. Отлично. Нам бы еще 2 штуки. Ну, хотя бы еще один. Ну, ладно. Один это тоже не так уж и плохо. По крайней мере, у меня, может быть, даже зонды производят этот уран. Ну, то есть, зонды рождаются быстрее, чем наш оппонент Роман производит уран. Ладно, вернемся на базу. Пока что у меня истребитель еще не готов. 33 минуты надо подождать. Ну, что ж, подождем и, наконец-то, закончим миссию. Так, и 5 боев. Ну, давайте один хотя бы проведем, да, чтобы новые юниты нарождались. Так, Александр. Александр, как всегда, без войска. У нас, правда, нету истребителя. Но попробуем одолеть его без истребителя с одним только штурмовиком. Хотя это, конечно, сомнительное мероприятие. Но вполне может удастся. Так, подбил Александр нашего, какого, бомбардировщика. И нас, похоже, тоже собирается убить. Да, тут мы не выигрываем. Это плохо. Ну, что ж, оставим наши бои пока что до тех пор, пока построится у нас истребитель, чтобы блеснуть во всей красе. А пока что, пока что соберем вот эти звездочки. Так, будем надеяться, что тут что-то хорошее. Кстати, много руды мне вот приносят вот эти ежедневные задания. Поэтому можно даже, наверное, было действительно просто построить комплекс перерабатывающий и перерабатывать ту руду, которая нам просто приходит по заданию. Потому что не так много нам пока что нужно этих стержней. Так, всего лишь там три штучки одних, там две штучки других, чтобы улучшать какие-то здания. Ну, ладно, подождем пока подготовятся истребители и выполним, наконец-то, нашу миссию на пушку. Ну, что ж, ребята, у меня построилась, наконец-то, наша верфь для истребителей. Теперь они четвертого уровня. Наносят они теперь 49 плюс 18 урона. Это что у нас получается? 50-67. Очень неплохо, на мой взгляд. Неплохая такая поддержка. У меня, правда, сейчас игра маленько подтормаживает, потому что обрабатываю я тут другое видео в данный момент. Но, я думаю, это не помешает нам снять вот этот кусочек обзора, потому что очень хочется, очень хочется сейчас, наконец-то, так, где наш корабль? Установить на наш корабль двойной урон, да, например. И, наконец-то, выиграть ту пушку, мощную для корабля. Так, давайте, где наше задание? Так, 88%. Там осталось всего ничего, 12%. Думаю, сейчас мы легко расквитаемся с этим вражеским крейсером. Назовем его так. Потому что выглядит он как крейсер. А может, это всего лишь фрегат? Может, мы еще крейсеров не видели, да? Скажете вы нам. Ладно. Один залп он выдает по нашему истребителю, и мы его сносим. Пух и праха. Нанесли ему 116 урона. Получаем нашу пушку. 1800 опыта, 100 кредитов. Но это все ерунда. Главная пушка. И, кстати, скакнули. Надо заметить на второй уровень сразу. Что? Так, атака, щиты. Ну ладно, давайте до 20-ки качнем, чтобы красиво было защиту и корпус. И дальше, наверное, на следующем уровне я уже прокачаю, мне кажется, только атаку. Ну хотя посмотрим, не буду зарекаться. Так, все отлично. Мне теперь доступен машиностроительный комплекс нового уровня. Так, который производит оружие и двигатели. Это хорошо. И что еще? Верфь для истребителей 7 уровня я могу построить. Но у меня еще пока даже верфи для истребителей 5 уровня нет. Не то, что 7. Ну ладно, что ж. Что нам теперь остается? Кстати, мог я тут, конечно, подраться. Ну ладно. Нам теперь нужно поставить эту, нашу новую пушку. Так, урон плюс 50. Давайте, поставьте нам, пожалуйста. Наша старая давала 10 урона и 2 крита. А вот эта вот новая. Так, я могу почему-то характеристики смотреть только здесь. 10 крита дает. Отлично. Очень красиво. Мне это все очень нравится. Давайте сразу зайдем на склад. И продадим нашу старую пукалку. Она нам больше не нужна. 8 кредитов всего за нее дают. Ну и ладно. Боевой сканер тоже продам. Потому что, похоже, он нам вряд ли тоже куда-то пригодится. Пускай не захламляет наш склад. Так, что у нас тут? Есть воришка. Есть еще воришка. Ну давайте, пока Роман не успел свои стержни собрать с ураном, попытаем еще раз счастье. Романчик, мы идем к тебе за твоими стержнями. Так, кредиты. И что, еще раз кредиты? Или... А, еще раз не хватает зондов. Ну ладно. Вернемся тогда домой. И опробуем нашу новую пушку в бою. Отправимся в бой. С кем мы будем? Ох ты, смотрите, опять старая добрая Йоко. Только Йоко нас ждет на этом уровне. У нее есть истребители третьего уровня. И есть бомбардировщик. Похоже, тоже третьего уровня. Я не знаю, вот это 3БЦ, это что значит? Но он наносит 59 урона. Так, сама Йоко наносит 400 урона. Даже не знаю, но ради интереса. И по старой дружбе мы, конечно же, с ней попробуем сразиться. Запускаем атаку. Вот у нее как-то корабли по бокам стоят. А у меня почему-то истребители за мою спину прячутся. Так. Мы наносим ей 350 урона. Она нам 390. Кажется, у нее такое же оружие, как у меня. Хотя выглядят они как-то зелененькими. Может, это не такие же. Не знаю. У меня какие-то голубенькие. Так. Кажется, так долго бой идет. И кажется, это из-за того, что все-таки подтормаживает игра. Ну ладно. Значит, мы успеем уследить за каждым ходом и ничего не пропустим. Я думаю, это будет единственный наш бой, который мы покажем целенаправленно. А дальше мы уже просто прокрутим все бои. Так, что ж. Вишь, Йока, получай. Мой флот сильнее. Да и... А может, просто мне на криты везет. Но что такое везение? Тут везение обусловлено процентом. И чем больше я качаю крит, тем больше мне везет. Так что нельзя это назвать только удачей. Тут и, как бы, мои параметры и характеристики все влияют. Конечно, удача тоже дорогого стоит. Получаем 10 кредитов, 220 опыта. У Йока, кстати, гораздо больше побед над другими врагами, нежели чем у меня. Давайте еще раз ее атакуем. Но это только теперь в скором режиме. Пропускаем. Опять же, мы ее победили. Попробуем еще раз. Где наша Йоко? Смотрите, да мы просто 100% побеждаем Йоко. Мы гораздо сильнее. Вот что значит новая пушка. Давайте еще разочек. Мне это нравится. Так, еще одна победа. И еще раз мы можем сразиться с Йоко. Будем надеяться, что она не смотрит наше видео. А то вдруг еще мстить будет. Ладно. Побеждаем мы тут Йоко. Йоко пять раз подряд. Давайте посмотрим топ игроков. Давно мы его, по-моему, не смотрели. Я вот на седьмом месте, Йоко на шестом. Это по опыту, по суммарному. А вот по количеству побед Йоко на третьем месте. А я далеко в десяточке. 140 у меня побед. Побед 174 победы у Йоко. Кстати, победами считается только победа над игроками. Да, наверное. Ну, 140 побед это, конечно. Это тоже результат. Сколько же я уже боев провел. Ну ладно. Собираем энергокристаллы. 20 минут нам остается, чтобы произвелась титановая руда. Но пока что мы можем поставить на улучшение бомбардировщиков. Потому как в ближайшее время у нас не предусмотрено каких-то боев. Что нужно для истребителей? Я уже забыл. Для них надо двигатели. Опять же, надо двигатели. Знаете что? Хотел бы я построить. И, наверное, я так и сделаю. Я сейчас несу командный центр один. Где? Ну, надеюсь... Так, хотя давайте сначала я не буду торопиться с этим делом. Посмотрим сначала, что нам нужно для машиностроительного комплекса. Информация. Для него нужен, так, слиток один, чтобы его построить. Ну, слиток у меня есть. Я надеюсь, что не нужно больше слитков, чтобы там что-то в нем производить. Ну, ладно. Командный центр. Командный центр. В нем есть один... Один... Один зон. Так что давайте все-таки еще раз наведаемся к Роману. Хотя, что уж там к Роману. Давайте наведаемся все-таки к свободному рейнджеру и попробуем у него украсть еще одну движку. Тогда мы сможем еще раз улучшить наши истребители. Да, видно, что тут все подтормаживает у меня маленько. Так, двигатель. Дай сюда двигатель. Не дает. Жадина. Ну, ладно. Не буду я пока, кстати, сносить ничего. Я все-таки оставлю пока что вот этих ребят. Пускай накопится. Позже я попробую еще раз украсть двигатель, чтобы улучшить свои истребители. А потом, наверное, кого-нибудь из них все-таки снесу. И попробую построить завод, который производит двигатели. Может быть, для двигателей достаточно слитков титановых. Тогда я буду их производить в масштабах больших. А лучше, ребята, оставьте комментарии свои к этому видео. И расскажите мне, что нужно для производства двигателей и оружия. Нужны ли для них свитки титана или вот эти вот фиолетовые, как их там я забыл. А у меня на этом все. С вами был 11101. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok